МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. И вначале коротко о главном к этому часу. Казахстанские депутаты потребовали провести проверку на предприятии Арселор Миттл Тимиртау. После смерти рабочего, пострадавшего при взрыве на ТЭЦ-2. Каково состояние второго сотрудника, получившего ожоги? На 100 марта в клинику Макажана поступил пациент в 50 лет. Состояние крайне тяжелого ожога шока. Новые подробности в деле о гибели пяти человек в Туркестане. Кого полицейские заподозрили в смерти матери и четверых детей? Один из подозреваемых лиц, он директор фирмы, житель города Туркестан. Жестокое убийство в Туркестанской области. Мужчину подозревают в расправе над своим знакомым из-за долга. Кого родственники жертвы обвиняют в преступлении? Это я не знаю! Новые автобусы на Газе пополнили автопарк Алматы. Чем оснащен современный общественный транспорт и на какие маршруты он выйдет? На сегодняшний день мы постараемся до конца недели запустить. Актеры, сцена и спектакли. Как и чем удивляют артисты театра своих зрителей в преддверии Наурыза? Рамина Мерзалимова приоткрыла завесу в мир искусства. Пустой зал и никаких домашних репетиций. Такова нынешняя реальность. Начинаем выпуск с новости о жутком ДТП в Алматинской области. На автодороге Алматы сжитый Ген. В результате издолкновения двух легковых авто погиб. Один человек, еще пять пострадали. По словам очевидцев, смертельную аварию спровоцировал водитель автомашины марки «Лексус», который выехал навстречу и врезался в «Ладу Самару». Удар был такой силой, что оба транспорта превратились в груду металла. На месте ДТП скончалась 26-летняя женщина. У нее остались трое детей. А вот обоих водителей и трех пассажиров госпитализировали. В Карагандинской области скончался рабочий, который пострадал при взрыве на предприятии «Арселор Миттл Тимиртау». Об этом сообщили в администрации региональной многопрофильной больницы. За жизнь 50-летнего пациента он получил термический ожог 90% тела. Врачи боролись почти неделю, но спасти его не удалось. Мужчина работал наладчиком сварочного оборудования. 12 марта в клинику Макожанова поступил пациент 50 лет. Состояние крайне тяжелого ожога шока. Термическим ожогом 90% поверхности тела. Травма 11 марта на производстве. Несмотря на весь комплекс индексивной терапии, состояние пациента ухудшилось. И 15 марта произошел детальный исход. Состояние второго пострадавшего стабильное. Ближе к средней степени тяжести он получает необходимое лечение. Напомню, что 11 марта при проведении сварочных работ произошло воспламенение бочки из-под краски в механическом цехе ТЭЦ-2. В результате чего два человека получили ожоги. Как сообщили в «Арселор Миттл Тимиртау», причины произошедшего выясняются. Для этого создана специальная комиссия. А что касается семьи погибшего рабочего, то ей будет оказана помощь, добавили в компании. Руководство и коллектив компании выражают искренние соболезнования родным и близким нашего коллегии. Вся необходимая помощь и поддержка будут оказаны в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан и коллективным договором акционерного общества «Арселор Миттл Тимиртау». Тем временем мажорисмены потребовали провести государственный аудит на предприятии «Арселор Миттл Тимиртау». Депутаты во время заседания Нижней палаты парламента выразили обеспокоенность регулярными авариями на комбинате, из-за чего получают травмы и гибнут рабочие. Только с начала года там зарегистрировано шесть инцидентов. С подробностями Мира Альжанова. На очередном заседании мажориса депутаты просто не могли обойти стороной тему производственной безопасности и охраны труда. Особенно, если на предприятиях гибнут люди. В центре обсуждения компания «Арселор Миттл Тимиртау». Там, по словам мажорисмена, несмотря на многочисленные отчеты, миллиардные инвестиции в производственную базу, ситуация остается тревожной. Только за последние пять лет на предприятии произошло 25 серьезных аварий. Не обошлось без жертв и пострадавших. 13 января текущего года в результате выброса метана на шахте имени Ленина погиб один человек, двое пострадали. 25 февраля авария автобуса, 9 человек пострадали. 7 марта в Рудном департаменте под колесами была запогиб рабочий. 10-го на шахте Саранства при производстве работ скончался горнрабочий. 11 марта на ТЭЦ-2 при взрыве емкости с краской двое рабочих получили ожоги, один скончался. При этом народный избранник возмутился и состоянием ТЭЦ-2, принадлежащим предприятию. Прошло месяц, и в сильные морозы, и из-за аварии на тепловой электростанции порядка тысячи домов в Тимиртау остались без тепла. В 192 предприятиях произошли несчастные случаи со смертельным исходом. В 163 предприятиях доказана вина работодателя. При этом только в 58 предприятиях имеются профсоюзные организации. Данная картина говорит о безответственном отношении работодателей к вопросам обеспечения безопасных условий труда для наших граждан. Парламентарии также считают, что работодатели в Казахстане должны выплачивать 10-летнюю зарплату в случае гибели сотрудников, иначе они продолжат формально относиться к безопасности труда. Отдельные народные избранники, в свою очередь, потребовали прекратить необоснованные проверки добросовестных предпринимателей. Они предложили ввести персональную материальную ответственность чиновников за ущерб, нанесенный бизнесу. Выяснились новые подробности в деле о гибели пяти человек, которые отравились угарным газом в одном из частных домов Туркестана в конце прошлого месяца. Сегодня полицейские задержали подозреваемого директора фирмы по установке газового оборудования. Следователи полагают, что предприниматель причастен к трагедии. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По факту гибели матери и ее четверых детей в результате отравления угарным газом в городе Туркестан установлен и задержан полицейскими один из подозреваемых лиц. Он директор фирмы, житель города Туркестан. В отношении него следователями департамента полиции Туркестанской области проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Напомним, в конце февраля в одном из частных домов были обнаружены тела пяти человек. Из них четверо детей. Самому младшему было пять, а старшему 17 лет. И мать 1980 года рождения. На момент ЧП отец семейства был в городе Шимкент. По предварительным данным, члены одной семьи погибли от отравления угарным газом. Не хотел возвращать долг. В Туркестанской области мужчина подозревается в убийстве своего знакомого из-за многомиллионного займа. Преступник жестоко избил жертву, после чего задушил и закопал бездыханное тело в карьере. Тем временем, родственники умершего предполагают, что в расправе принимали участие сразу несколько человек. Подробности трагедии в материале Дины Женобековой. Убитая горем мать, неутешная вдовая, осиротевший малыш. Дом семьи Артыкбаевых погрузился в полный траур. 12 марта погибший вышел из дома и не вернулся. Спустя пару дней его истерзанное тело нашли сотрудники полиции. Как рассказывает брат убитого, подозреваемый задолжал жертве 8 миллионов тенге. Занятый на короткий срок деньги, предполагаемый убийца не возвращал несколько месяцев. Но в прошлую пятницу сам позвонил кредитору и попросил о встрече. Его жестоко избили, сломали ему нос. Я был в ужасе, когда увидел истерзанное тело. Убийца сам показал, где закопал моего брата. У погибшего остались беременная жена и пятимесячный ребенок. Семья покойного уверена, что в безжалостной расправе принимало участие несколько человек. Ведь судя по записи с камер видеонаблюдения, на месте преступления в момент убийства был еще один автомобиль. Тем временем задержанный уже дал признательные показания. Однако ни о каких сообщниках следствию не сообщил. Подозреваемый признался в том, что задушил своего знакомого, а затем закопал в карьере. Сейчас он взят под стражу. Ранее судей не был. Сейчас идет следствие и выясняются все обстоятельства убийства. Семья убитого просит у правоохранительных органов прозрачного расследования. Их единственное желание, чтобы все причастные были привлечены к ответственности. Дина Жанабекова, Жан Сая Адильбек, телеканал Алматы. Длительность вводимого карантина в Казахстане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом зависит от соблюдения жителями антивирусных правил. Об этом заявили в Минздраве. Ведомство полагает, что всплеск заболеваемости ковидом в Нурсултане и Алматы произошел вследствие нарушения режима ограничительных мер на 8 марта. Согласно постановлению главного сын-врача столицы, с 21 марта в главном городе страны ведут полный локдаун. Если ситуация ухудшится, то вопрос продления карантина будет вынесен на межведомственную комиссию, которая может принять такое решение. Но пока такой вопрос не рассматривается. При этом первую партию казахстанской вакцины против коронавируса выпустят в конце апреля. Ожидается поставка 50 тысяч доз препарата «Каз-Ковид-Ин». В стране планируют расширить контингент, подлежащий иммунизации против COVID-19. На сегодня первым компонентом привито 83 839 человек. С 22 февраля начата вакцинация вторым компонентом. Привито 19 312 человек. Неблагоприятных проявлений не зарегистрировано. Вакцинация проводится во всех регионах. Развернуто 628 прививочных пунктов. Из них в настоящее время задействовано 451. В Алматы усиливают карантин. Новые правила начнут действовать с 20 марта. Согласно постановлению главного сын-врача города, жандарм Бекшина, ограничения коснулись 29 пунктов социально-экономических объектов и услуг в мегаполисе. Так, в выходные и праздничные дни общественный транспорт будет курсировать с 6 до 10 часов утра и в вечерние часы с 17.00 до 22.00. В будние городские автобусы продолжат работу в прежнем режиме. По субботам и воскресеньям запрещена работа торгово-развлекательных центров и торговых домов. В праздничные и будние дни их деятельность будет разрешена только в определенные часы. Это также касается деятельности магазинов, рынков и объектов общепита. Под запретом оказались массовые катания на Медеу. В два раза сокращено допустимое количество посетителей Шамбулака. Запрет также распространился на объекты культуры. Это театры, кинотеатры, цирки и концертные залы. Подробнее с новым постановлением главного сын-врача города можно ознакомиться на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Свыше 1 тысячи заболевших коронавирусом за последние сутки выявили в Казахстане. Выздоровели 703 человека. Умерли 8 пациентов. Наибольший прирост инфицированных отмечается в Алматы. 307 подтвержденных фактов. Лечатся от COVID-19 и коронавирусной пневмонии свыше 19 тысяч человек. Состояние от 237 пациентов оценивается как тяжелое. 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Во Франции ситуация остается критической. В республике ощущается острый дефицит коек в госпиталях. За сутки в стране выявлено 30 тысяч больных. Напомним, французские власти приостановили применение вакцины Астразенека. Вместе с тем выявлен новый бретонский штамм. Нашли его у 8 пациентов, скончавшихся от COVID-19 в больнице бретонского городка Ланьон. Главная особенность вируса в том, что его не распознает ПЦР-тест. В США тем временем родился младенец с антителами COVID-19, полученными от матери. По словам педиатров штата Флорида, это первый случай рождения ребенка, в крови которого были антитела, защищающие от коронавируса. Сразу после рождения они взяли анализ крови из пуповины и обнаружили у младенца антитела, которые могли попасть к нему только от матери. Антитела выработались исключительно в результате вакцинации, поскольку еще до родов анализы матери дали отрицательный результат. В мире на сегодня носителями инфекции стали больше 121 миллиона человек. В лидерах антирейтинга США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания. Субтитры предоставил DimaTorzok Новые автобусы на Гази пополнили автопарк Алматы. Чем оснащен современный общественный транспорт и на какие маршруты он выйдет? На сегодняшний день мы постараемся до конца недели запустить. Актеры, сцена и спектакли. Как и чем удивляют артисты театра своих зрителей в преддверии Наурыза? Рамина Мирзалимова приоткрыла завесу в мир искусства. Пустой зал и никаких домашних репетиций. Такова нынешняя реальность. Продолжаем выпуск. 40 миллионов тенге тратят на фитнес и спа для своих менеджеров госпредприятия, обирая такими аппетитами госказну. Такое громкое заявление сегодня сделал мажористмен Азат Перуашев, выступая на заседании Нижней палаты парламента. Народный избранник высказался в поддержку законопроекта о закупках отдельных субъектов квази-государственного сектора и привел несколько примеров непрозрачности данного процесса. Выписывают себе многомиллионные премии и так далее. Поэтому бюджетность компаний, их дочек, различных РГП и ТО при министерствах и акиматах, вроде СК формации или СПК, должны стать максимально прозрачными, включаться в республиканские и местные бюджеты, а их руководство отчитываться перед обществом о расходах и достигнутых результатах. Автопарк Алматы вновь пополнился новенькими автобусами на природном газе. Все 37 машин оснащены современным оборудованием и приборами для комфортной и безопасной езды. Планомерное обновление и перевод на экологически чистое топливо от транспортных средств ведется в соответствии с поручением Акима Алматы Бахкаджана Сагентаева. По каким маршрутам будут курсировать новые автобусы, узнаем у Аян Рафина Рикпаевой. Новые 12-метровые автобусы вместимостью до 90 пассажиров планируется пустить уже в эти выходные. Каждая из машин оборудована камерами видеонаблюдения, системой подсчета пассажиропотока и пандусами для людей с ограниченными возможностями. Есть еще одно нововведение. За работой водителя будет следить датчик контроля за усталостью. Умный прибор подает моментальный сигнал в случае, если водитель задремал за рулем или же плохо себя почувствовал. Отметимся, транспортные средства производятся на отечественных конвейерах. В этом году было заложено 150 автобусов, покупку 150 единиц подвижного состава с нашего завода «Астана Моторс». 75 автобусов мы получили ранее. Мы запустили маршрут номер 2, 45, 70 и 86 маршрут, 4 маршрута. Эти 37 машин будут на маршруте 34. Исторически он был Алматы электронный маршрут. На сегодняшний день мы постараемся до конца недели запустить. Сейчас все автобусы проходят техническую проверку и оформление. Стоит напомнить, что обновить общественный транспорт на 34 маршруте просили горожане. Теперь автобусов достаточно. Соответственно, сократится интервал движения. До конца апреля Алматинский автопарк пополнится еще новыми транспортными средствами, которые будут курсировать по двум маршрутам. Всего в мегаполисе пассажиров перевозят более тысячи автобусов и около 200 троллейбусов. Также в планах городских властей обновление троллейбусных линий. С 13 марта все театры города закрылись на карантин. В объектах культуры, согласно правилам, запрещен не только показ спектаклей, но и проведение репетиций. Тем не менее, в преддверии светлого праздника на Урыс артисты театра имени Лермонтова подготовили для своих зрителей настоящий сюрприз, о чем речь знает Рамина Мерзалимова. Эта декорация в виде сломанного крыла самолета словно описывает нынешнее положение всех театров города. Все они закрыты на карантин по понятным причинам, но возвращение в строй не за горами. Пустой зал и никаких домашних репетиций. Такова нынешняя реальность. А слово аншлаг, какие фразы «яблоку негде упасть» сейчас в прошлом. По крайней мере, пока. Но несмотря на тяжелые времена, театр Лермонтова придумал способ, как удивить своих верных зрителей. Хоть двери театра открыты пока только для служебного персонала, здесь уже приготовили десятки готовых спектаклей. Один из них – Комоедица, почти аналог Наурыза, только славянский. Название берет начало от пословицы «первый блин комом». Вот только в старой интерпретации комом называли медведя. Этот зверь считался царем леса. Именно первый блин отдавали комом, то есть медведям, чтобы задобрить их и призвать весну. У славянского народа также есть праздник 22 марта, который наступает. Он называется Комоедица. Очень много общего у казахов и у русских, у этих двух великих народов. И мы попытались провести такие параллели с нашими культурами, которые всегда взаимосуществовали очень тесно. Я думаю, что у нас получилось. Также с 20 по 25 марта зрителям представят песочное шоу, где мастера живят легендой Наурыза. Они расскажут и покажут зрителям, какие древние обычаи, традиции, ритуалы существовали в те времена. Впрочем, все это только в онлайн-формате. Рассказали нами о предстоящих планах театра. В этом году у нас готовится спектакль «Две стрелы по Володину», которая премьера, даст Бог, будет в мае месяце. Также будет на малой сцене. Поэтому мы все равно выйдем из этой ситуации, из этой пандемии. С праздником всех, с наступающим Наурызом. В труппе 54 артиста. Все они сейчас репетируют свои будущие роли у себя дома. Они не раз были участниками и победителями разных фестивалей и выезжали с гастролями в разные страны. Праздничные спектакли можно будет посмотреть в YouTube-канале театра либо на официальных страницах в социальных сетях. Рамина Мирзалемова, Рашид Шукуралеев, Телеканал Алматы. А теперь о погоде на предстоящие дни. По прогнозам синоптиков, с 18 по 20 марта все регионы Казахстана охватит Черноморский циклон, смещающийся на территорию нашей страны. Этот облачный вихрь принесет с собой обильные осадки в виде дождя и снега. А также порывистый ветер. Ожидается гололед и туман. По данным Казгидромета, ночью температура воздуха опустится до 5-7 градусов мороза, а днем столбик термометра поднимется до 10 тепла. В завершении по всей стране действует карантин. Напоминаем, что Алматы перешел в красную зону по темпам распространения коронавируса. Поэтому убедительно просим вас соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и посещение мест массового скопления людей. Еще больше новостей ищите на сайте алматы.тв и YouTube-канале Алматы ТВ Ньюс. Я, Диас Махабетов, благодарю вас за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok